Я докажу всем, что это действительно существует Я был на глубине 30 метров Затонувший корабль Танк под водой Этот корабль полон опасностей И там реально было Мне пришлось оказаться под водой В ходе сегодняшней истории А началась она довольно-таки просто Мы с ребятами болтали Валер, если вы куда-нибудь съездите отдохнулись Я хочу вдохновиться Расскажите мне о странах, где вы были Китай Понятно, в городе в каком-то... Нет, там же есть курорт Санья Ты был? Где? Везде Например? В Европе В это время оператор меня снимал из-под тяжка И я даже не знал о том, что весь этот разговор записывается Я был во многих странах Ты что, окипел что-то? Фотографию покажи хотя бы, я не знаю Я поверю Ты что, автокирс, таки, хотя бы про одно ты рассказал Да я вам рассказал, вас ничего, кроме тачек, не интересует Тачки Ну расскажи про тачки Ну что, я не знаю Я знаю, я знаю, я знаю, короче, где на дне лежат сотни автомобилей Я был... Меняю 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 Это правда Меня оскорбило то, что мне не верили На самом деле я очень опытный дайвер Я бывал во многих странах Я видел такое, что, ну, не каждый видался за всю жизнь А я уже повидал И я за свои слова отвечаю Я могу... У меня фоток нет Давай Давай на бабки На полтох Давай по полтосу на бочку Будет решение Вот с тобой лично забиваюсь Давай Я потому что за свой базар отвечаю Я тоже Разбивай Было решено заключить спор На самом деле я бы забил, но вот то, что на камеру уже было снято, значит, значит, дело чести отстоять Этот вопрос Раз уж начали снимать, давайте уже снимаем до конца 50 тысяч рублей Ты тоже 50 рублей Полтос ровно Сатэн, получается, здесь лежит Это на самом деле очень тупо, что мне никто не верит Что я, много что видел под водой Посмотрите, сколько у меня дайверского снаряжения Сейчас лето Самый сезон для того, чтобы заниматься дайвингом и активным хобби И поэтому-то я и докажу ребятам, что я и не такое видел под водой Ааааа, Славик, яхагеваги ты веришь в сказки Пошел вон отсюда Пошел вон, вали Да отвали я тебе сказал Машины под водой Все, все. Друзья, мне знаешь, что это напоминает? Мне это напоминает одну видеоигру, где нужно отбиваться от толп монстров. Что за игра? Это Батл Тимс 2. Я про эту игру уже не раз рассказывал. И еще много раз расскажу всем своим друзьям. Потому что она реально классная. Батл Тимс 2 это бесплатный онлайн-шутер с множеством контента и режима на любой вкус. Вот мы с друзьями вместе должны защитить эту территорию и убить всех монстров. Вот об этом я и говорил. Получай! Это имбовый босс! Это Раптор! Да! Мы его замочили! Если хочешь, ты можешь уничтожать монстров в одном из трех режимов ПВЕ, как я. Или ты можешь встретиться с реальными игроками уже в ПВП режимах, чтобы показать свой скилл в командном бою, подрыве и в других активностях. Есть! Есть! Минус 2! У меня было 17 хп, это было нечестно! Что мне еще нравится в Батл Тимс 2, так это кастомизация каждой пушки. Каждая из них по-своему уникальна, поэтому ты можешь создать свою и показать всем, кто на карте хозяин. А этих карт, кстати, больше десяти. И все они в разных стилях. Например, есть ледяные замки и жаркие пустыни. Все, пушку закастомил, другое дело, сливать больше не буду. Ох ты ж, ё-моё! Какой крутой у него скин! Есть! 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 И все это доступно совершенно бесплатно каждому в ВК Плей. Поэтому врывайся в Батл Тимс 2 по моей ссылке в описании. На самом деле, чтобы добраться до этого места, где находятся автомобили и прочие затонувшие штуковины, о которых я говорил в ходе нашего спора, находятся далековато. Для этого необходимо зарядить целую экспедицию. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Чтобы вы понимали масштаб всей операции, Как видите, в поисках сейчас участвует несколько суден, включая наша. Так и было решено сделать. Я полетел не один, а с командой опытных дайверов. Также у нас была команда, которая работала на лодке или, правильно даже сказать, на яхте. И, естественно, нам по Красному морю необходимо было добраться до предположительной точки ориентировочной, где и находится это место. h Сса B Сса B По ходу моего приключения меня ждало очень много неожиданностей. Или даже, я бы сказал, сюрпризов. Красное море в Египте, это заповедник. Это натуральный заповедник, где полным-полно изящных кораллов. Субтитры создавал DimaTorzok К сожалению, к сожалению, то, что вы видите, это красиво. Но поверьте мне, своими глазами увидеть это намного красивее. Потому что камера не передает всего того, что ты видишь через линзу своей маски. Субтитры создавал DimaTorzok К сожалению, естественно, за одно погружение нам не удалось найти то, что мы искали. Потому что, как я и говорил ранее, это была экспедиция. Как вы могли заметить, у меня целая куча оборудования с собой для того, чтобы заснять видеоролик для вас, мои дорогие зрители. И пруфануть дебилам, которые мне не верят, что я действительно знаю такое место. Второе погружение началось тоже довольно интересно, прикольно и эффектно. Нам удалось повидаться с множеством необычных подводных жителей. Ну, со всякими рыбешками и прочими животинками. Субтитры создавал DimaTorzok Однако ничего интересного на самом деле не происходило до вот этого момента. Мы обнаружили затонувший корабль. И это было предвестником удачи. 50 тысяч рублей уже были моими. Субтитры создавал DimaTorzok Да, это был затонувший корабль, он был очень необычным, но это было не совсем то, что мы искали. Наша задача была обнаружить множество затонувших машин и кучу военной техники и все это в одном месте. Мы двигались в правильном направлении, но это погружение было целиком и полностью отдано вот этому кораблю. Субтитры создавал DimaTorzok Корабль сам по себе был фантастический. Он, видимо, затонул в ходе перевозки каких-то строительных материалов, потому что вот это очень похоже было на плитку строительную. Ну или я не знаю что-то. Напишите вашей версии в комментариях, что перевозил этот корабль. Но самое интересное то, что этот корабль стал местом обитания различных животных. То есть, которые там живут, рыбы всякие и прочие живности. Это в натуре очковая рыба! Эта рыба живет в туалете, ребята! Вы когда-нибудь такое видели? Я нет. И получается, эта рыбешка с такими страшными и стрёмными зубами реально обитает теперь всю жизнь свою в туалете, который затонул. Это невообразимо! Субтитры сделал DimaTorzok Естественно, наше исследование этого корабля на этом не закончилось. Это мы лазали по трюму. Надо было посмотреть, что там есть сверху. И там тоже был туалет! Еще один затонувший в туалет. Это все, конечно, весело, здорово, безумно красиво. Особенно вот этот момент. Когда мы выплывали из корабля, мы увидели вот это. Триум был наполнен целиком и полностью этими маленькими серебряными или, я бы даже сказал, полупрозрачными рыбками. Они так переливались на свету. И это какая-то магия. Ребята, это просто натуральная магия. Вы только посмотрите на это. Самые внимательные, наверное, еще и заметили других там обитателей. Вот они. Это Lionfish обозначается у дайверов вот так вот. Проще говоря, крылатка, но это очень ядовитая рыба. И вот эти spikes, как говорят дайверы, ну, по-нашенски это колючки, содержат нейротоксин. Одно касание, один прокол этими колючками и через 15 минут ты труп. Так что, ребят, я рисковал своей шкурой ради 50 тысяч рублей. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. В общем-то, да, это была фантастика. И эмоции я получил целую уйму. Но это все еще не решало мои проблемы. Я не нашел то, что искал. Естественно, мы были вынуждены на нашей яхте передвигаться на другую точку и делать еще один дайв. Правда, день уже подошел к концу. И это был ночной дайв. Мы нырнули и погрузились. Но это было очень опасно. Ночной дайв опасен тем, что ты не имеешь визуального контроля за своим окружением. В любой момент могут появиться животные, хищники. И это очень опасно. Но у меня всегда был с тобой нож. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Но нам повезло. И наше погружение к этому кораблю было удачным. Вы только посмотрите на него. Это всемирно известный Тисельгорм. Субтитры делал DimaTorzok Тисельгорм Это название этого корабля. Это полувоенный корабль. Он был оснащен разными пушками. Но это больше был транспортировочный корабль. Который предназначался для того, чтобы перевозить военную технику. Здесь мы легко можем обнаружить поезда. Что-то напоминающее мотоциклы. И другого рода разную технику. Но вот что действительно мне повезло обнаружить в эту ночь. Черепаха. Черепаха спала в капитанской рубке. Это невозможно, скажете вы. Но я заснял это. По-моему это куда интереснее, чем гора затонувших ведер. Но нет же. Если бы я остановился на этом. Павлу Шелби было бы мало. Я бы влип на эти деньги. Так что, к сожалению, запас нашего воздуха был ограничен. И мы должны были приступить к всплытию. Да и напоминаю, это был ночной дайв, который хранил в себе массу опасностей. Время поджимало и мы всплыли. Поэтому решили продолжить наш дайв, чтобы наконец-таки найти то, что мы искали, уже на утро. Но теперь при дневном свете у нас была возможность осмотреть вообще все, что нам нужно. Согласитесь, выглядит это очень круто и воинственно затонувший военный корабль. А вот, кстати говоря, почему он военный. Он перевозил вот эти огромные снаряды для огромных зенитных установок в том числе. И вот что-то напоминающее танк. То есть он перевозил что-то типа танкетки или танка. Но, видимо, этот танк был уничтожен, когда пух, по этому Тесельгорму дали. Кстати говоря, история очень любопытная. Этот корабль вообще по ошибке затопили. но зато теперь мы можем проникнуться в историю и посмотреть как это выглядело раньше своими глазами но давайте перейдем к сути отправимся внутрь этого корабля вот здесь начинается самое интересное стисельгорм полон десятками автомобилей там также можно найти грузовики и очень много мотоциклетной техники вы только посмотрите на это реально автомобили это целое множество автомобилей почему они до сих пор никто не уехал моё исследование продолжалось потому что это было очень интересно и очень завораживающе вся наша команда дайверов тоже исследовала искала что-то интересное но один сувенир я все-таки оттуда утащил альфа банк первым в россии отменил комиссии за все переводы и платежи закажите бесплатную дебетовую альфа карту альфа банк лучший мобильный банк да это бутылка кока-колы представляете сколько там пролежала и как она туда попала в общем то на этом уже можно было бы и заканчивать потому что вот они десятки автомобилей десятки грузовиков и множество мотоциклов затопленных в одном месте все это сопровождается массой красивейших рыбок прекраснейших животных и все это вообще-то находится на дне на военном корабле где бы еще такое увидели если на канале жизни я друзья если вы до сих пор смотрите и вам нравится не забывайте ставить лайки наберем 25 тысяч лайков под этим видосом я выпущу еще одно такое прикольное приключение чтобы вы могли наслаждаться вместе с нашей командой если подводить итоги прям итоги итоги в споре получается я победил и сейчас меня ждет разговор с павлом шелби паша 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 ну что теперь вам не так смешно не смешно вам уже да я даже встану нету звук этого приятнее чем вот шелест денег который тебе щас отдадут а так давай компенсации ты пьёру дам действительно неловко ты был прав вот это другой разговор вот все теперь у меня восстановленного уважения к тебе стоимость восстановления уважения у вячеслава 5000 рублей ну что ж ребята но самое главное то что в любом случае по-честному сказать на эмоциях действительно я поступил и потратил я намного больше а мораль этого видео такова верьте своим вообще да если бы паша не стал меня выставлять перед друзьями то что я балабол то типа я бы сохранил свои 150 а паша 50 надеюсь вам понравилось но зато мы сделали классный ролик это один из самых много бюджетных роликов получился на этом канале поэтому надеюсь что действительно оцените по достоинству поставите много лайков напишите много комментариев и мы соберем много просмотров под них а с вами был я вячеслав и смыло филижи вия и моя команда жизнь вия пока 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 эти видеоролики кстати очень крутые советую тебе их посмотреть